Строители, которые строили водоканал, идущие в село Щебулах уже три месяца, не получают зарплату в полном объеме. Около 20 граждан уволились, а представители, отвечающие за строительство, кормят обещаниями. При зарплате в 150 тысяч тенге рабочие добились выплаты только в сумме 30-40 тысяч тенге. Жители села Щебулах, которые не получают зарплату, обеспокоены. Строители проложили водовод, ведущий к населенному пункту, но подрядчик уже три месяца уклоняется от выдачи полной заработной платы. Мы сыты по горло сухими обещаниями, говорят жители. 20 гражданам изначально должны были выплатить зарплату в 150 тысяч тенге, но из этих средств только 30-40 тысяч они получили. Строим канал в селе. 15 января тоже начинали. В принципе, этот человек изначально обещал дать 150 тысяч зарплаты. 50-30 дает нам. Не полностью платит. Подрядчик, в свою очередь, возложил вину на самих рабочих. В связи с проделанной работой я заплатила соответствующие средства, говорит она. Но строители говорят, что при полной зарплате они бы полностью закончили работу. 150 тысяч в месяц – это когда отработал месяц. А после прогула, конечно, будет ниже. Мы по факту оплачиваем. Интересно, что пока строители разбирались с зарплатой, подрядчик успел взять на работу других сотрудников. Да у вас есть задолженность перед нами. Мы не выходили на работу, вы успели взять на работу других людей. Нам зарплату не дали. Как вы их на работу берете? В итоге директор компании Тингеки Зет пообещала погасить задолженность до пятницы. Отметим, что данный вопрос будет находиться под непосредственным контролем журналистов канала.